Если во время молитвы тело не утрудится, так считайте, что ваша молитва в это время оказалась бесплотной! Должно утруждаться не только ум, не только душа, и само тело даже должно утрудиться! Утрудиться как? Разумно! Дело не в том, что человек не может стоять уже и падает! Зачем это? Это не нужно! Речь идёт! Человек – цельное существо, и искренняя молитва, она сопряжена не только с умом, а, оказывается, с самим телом! Пользуясь случаем, чтобы сказать, к сожалению, мы же не молимся, а мы присутствуем за богослужением! Правда, это я говорю о профессорах, а о прочих не знаю! Я всё время говорю – профессора только присутствуют за богослужением, им не нужно! Мы присутствуем! У нас почти никакого внимания нет! Мы фактически не молимся! Кстати, это одна из самых страшных бед! Кого? Христиан! Потому что скажу вам, как только мы употребляли слово «религия», мы сразу употребляли слово «молитва». Единственное, что соединяет человека с Богом – молитва! Единственное! Причём, какая молитва? Когда мы говорим о молитве? Так, как мы обращаемся друг к другу! Мы обращаемся, конечно, понимаем, что мы говорим! Правда же? Мы не трабаним же, Бог знает что! Так и к Богу, оказывается, молитва требуется какая? С вниманием, благоговением! Как мы перед высоким начальством, например, мы говорим – почтительно же, правда же? А не просто же так! За понебратство! Покаянием! Молитва только та, которая содержит с вниманием, благоговением и покаянием! Так вот, тот факт, что на Западе уже давным-давно поставили эти великолепные эти скамеечки, где там, Господи, я же знаю, сядешь, и уже вставать не хочется! Уже вставать! Даже в Кипре сижу, православное там, посидел – уже не хочется! Ой, сейчас тебе поем, будут петь! Уже не хочется! И что замечаешь? Оказывается, сидишь – всё! Тут стоишь ещё кое-как, а сел – вообще уже ничего не молишься! Вот это, понимаете, это серьёзная вещь! Но, тем не менее, хочу вам сказать вот о том исключении, о котором говорит православие, даже не исключение, а правило! Да, ты болен, ты немощен, ты сейчас себя плохо чувствуешь – чувствуешь! Да, пожалуйста, может быть, никакого греха в этом нет, но знай, что, если хочешь, чтобы молитва была хоть немножко более эффективной, должно утрудиться хороший термин и тело! И православие ещё пока сохраняет это! Греки уже пошли! Уже пошли! Вы помните, как только в 1453 году Византия пала? Всё! И стало турецкое государство! Так, пала Византия! Всё! Греки куда ездили учиться? В Италию! На Запад! Произошло, вы знаете, какое умерщение сознания! Я не хочу сказать, что там нет православия, но и какое сильное воздействие произошло на тех же греков оттуда из католического Запада! А вы же, наверное, если читаете, немножко слышите, посмотрите, как Константинопольский патриарш в Варфоломее! Да то и дело он у Папы Римского! То и дело! Не удивляйтесь поэтому! Запад чем характеризуется западное христианство? Оно уничтожает полностью всё, что можно уничтожить, что понуждает человека, заставляет человека хоть немножко потрудиться ради себя! Всё! Сами заповеди уже, все основные заповеди выброшены, только самые грубятины оставлены! Проходят конференции, и о чём только речь идёт? Вы что думаете о духовных материях? Вы просто не знакомы! Если вы посмотрели только тематику даже конференций, тех же католических конференций, протестантских или всемирных... Мне же приходилось, я не знаю, сколько раз, ни слова ни о какой духовности не идёт! Вся речь идёт только о чисто социальной или миротворческой проблематике! И всё! Только об этом! Кажется, хорошие вещи! Почему не побеспокоиться о нищих, о убогих, о больных, о старых, о детях, о молодёжи? Всё! Естественно, да! Но в человеке есть голова, а есть ноги! И всё-таки голова должна быть вверху, а не ноги! А когда перевёртывают и на первый план выносят все вот эти проблемы материальной жизни, забыв о том, ради чего пришёл Христос, тогда христианство кончается! Неужели трудно понять, что Христос мог бы все эти проблемы решить? Он бы мог же стать императором! Он же Бога-человек! А он кем был? Нищим, странствующим! Ничего даже этого не сделал! Почему? По очень простой причине! До тех пор, пока не будет исцелена душа человеческая, никакие перестройки революции не принесут людям благо! Мы видим историю! В этом отношении Цицерон, как хорошо сказал, история – это наша лучшая учительница! И верно! Посмотрите! Революция! Рабы становятся господами! Господа – рабами! Вот вам и революция! Ради чего? Посмотрите, что когда только пролитие крови, насилия и так далее! «Пока мы не исцелим душу человеческую, не может быть в мире никакого счастья, никакой справедливости, никакой свободы! Ничего не будет! Всё это будет только обманные лозунги! Не будет этого ничего! Надо душу исцелить!» Тот же Достоевский как великолепно писал, что никакие революции не измонят человека, никакие реформы ничего не принесут, потому что зло коренится – это Фёдор Михайлович Достоевский – зло коренится в самой душе человеческой, а не в структурах самих по себе! Структуры только рождаются этим злом, который внутри человека! И если бы это зло было искренено, и структуры бы изменились! Кстати, официально рабство никто не отменял в Римской империи! Официально оно исчезло! Оно стало христианской! И просто исчезло! Почему? Потому что христианство учат, что раб – такой же образ Божий, такой же твой друг, как и ты, господин! Апостол Павел об этом как замечательно пишет! Вот в чём дело! Поэтому не беспокойтесь об этом! Если я понимаю – трудно! Стульчик с собой надо брать! Спокойно нужно садиться! И не смущайтесь никогда! Но дай Бог, что пока ещё мы сохраним хоть этот маленький тонус, хоть маленький, хоть немножко утрудимся своим телом, хотя головой нисколько не молимся!